Обрабатываются руки непосредственно и одевается обязательно маска. Посторонним вход воспрещен. Здесь проходят медики, врачи, сестры, санитарки. Запись в журнале, измерение температуры и надевание средств индивидуальной защиты. Хоть зона и чистая, а меры безопасности чрезмерными не бывают. Шансы заразиться здесь не то, чтобы минимальные, их попросту нет. В каждом помещении специальная лампа убивает любые вирусы наверняка. Берем костюм, одеваем, потом берем бахилы, одеваем. После бахил, когда одели, берем маски, одеваем маску. Кто хочет очки одевать, кто хочет экраны у нас есть. Одеваем уже перчатки, одеваем, двое пар перчаток одеваем и выходим уже в грязную зону. На каждом, кто заходит в грязную зону, двойная защита. По две пары бахил и перчаток, шапочка, поверх нее капюшон. Лицо защищает маска и специальный экран. Прием пациентов в терапевтическом отделении Одинцовской областной больницы начался 10 мая. Здесь оборудовали 120 коек. Кислород подведен к каждой. Всего за четыре дня работы сюда поступило почти полсотни больных ковид-19. Максим Третьяков, один из первых пациентов перепрофилированного терапевтического отделения Одинцовской больницы, поступил по скорой из Люберец. Мужчина признается, себя оберегал как мог. Вирус подцепил, скорее всего, на работе. Поднялась температура, появились головная боль, тяжесть в ногах и слабость. Измерение температуры тела, давление и, разумеется, сатурации, насыщаемости крови кислородом. Эти процедуры лечащие врачи проводят как минимум дважды в день, утром и вечером. Последний показатель – один из основных. По нему специалисты судят о состоянии пациента. Так, вот этот прибор, вот так он выглядит. Немножко успокойтесь, волнуйтесь. Вот, значит, смотрите. В норме, в норме 99-98. Смотрим, у пациента 98. Хоть Максиму Третьякову и стало значительно лучше, вести речь о выписке еще рано. Чтобы попасть домой, у пациента должны быть температура и сатурация в норме, а также положительная динамика на КТ. О выписке мы будем говорить, когда мы проведем контрольное исследование органов грудной клетки. Тем самым мы будем понимать, сохраняется ли пневмония или нет, так называемого вирусного генеза. В среднем это где-то на пятой-седьмой сутки. Как в санаторий попал, Максим Третьяков не устает благодарить врачей и медсестер. И на своем примере готов убеждать скептиков – коронавирус вполне реален. По максимуму все равно стараться соблюдать все рекомендации, которые поступают со средств массовой информации, особенно мыть, руки мыть, поменьше находиться в обществе, вблизи, ну и следить за своим здоровьем. В полной экипировке готовые бороться за жизнь пациентов до последнего. В грязной зоне медики проводят не менее шести часов подряд. Выход в чистую – глоток свежего воздуха в буквальном смысле. Но только после тщательной дезинфекции и утилизации средств индивидуальной защиты по всем правилам. На войне, как на войне. Уже на выходе из грязной зоны плохие вести. Еще утром пациентка чувствовала себя удовлетворительно. К обеду потеряла сознание. Вот буквально 10 минут назад пациентка резко ухудшилась. Сатурация 77. Требуется срочный перевоз в реанимацию. Хотя утром при обходе лечащим врачом состояние стабильное. Сатурация на кислороде в пределах норма была. В этом коварство коронавируса. Состояние пациента может резко ухудшиться. Больной дышит сам. И вот уже через считанные минуты кислород падает. Требуется реанимация. Хотя по статистике многие переносят заболевания бессимптомно, при этом заражая окружающих. И вот в такой ситуации спасти здоровье и жизнь других людей с менее крепким иммунитетом может простая маска. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.